Есть такая история, она не совсем моя. Однажды я заинтересовался, как другие стартапы делают внутри себя управленческий учет. Это чрезвычайно увлекательная история, потому что каждый здесь делает свою собственную абсолютную историю, сам творит для себя ту управленческую палитру, из которой что там делают. Значит, смотрите, юнит-экономика – это очень классная штука, но она хороша в том случае, если вы делаете более-менее однородный продукт. Бывает так, что у вас вроде как даже и продукт один и тот же, но этот продукт он применяется разными способами в разных случаях, и вам необходимо еще там дополнительно инвестировать в доводку этого продукта, либо в то, чтобы поехать куда-нибудь и переговорить с инвесторами и так далее. И вот один из стартапов, с которым я говорил, он очень забавную такую использует стратегию, достаточно простую в этом смысле. Он каждое такое отдельное применение своего продукта рассматривает как отдельный бизнес-план. И у них есть, грубо говоря, экселевский файлик, каждая вкладочка соответствует отдельному применению вот такого продукта. И еще одна вкладочка, на которой все показатели суммируются. То есть речь идет о том, что вот у вас есть стандартный продукт, вот его экономика выстроена определенным образом. Но есть вариант еще этот продукт пристроить во Франции, где он будет особым образом использоваться. Например, помогать лыжникам, попавшим в беду. И тогда вам нужно, чтобы он использовался, вам нужно поехать во Францию, переговорить с нескольким количеством компаний, договориться, вернуться, переделать свой продукт и, соответственно, дальше его каким-то образом использовать. Соответственно, что вы делаете? Вы фактически для всего этого проекта прописываете такой небольшой бизнес-планчик, в который включаются даже билеты во Францию. И в результате получается, что вся финансовая часть вашего стартапа, денежная, она разбивается на большое количество вот таких вот бизнес-планчиков. То есть вы не рассматриваете, что происходит с вашими пользователями, а вы вместо этого учитываете попродуктово или даже, я бы сказал так, попроектно. Каждый проект у вас живет вот такой вот в каком-то смысле отдельной жизнью. Это тоже такой альтернативный способ. И здесь важно сказать, что нету какого-то универсально правильного решения. В каких-то случаях юнит экономика может подойти, в каком-то случае нужно будет выстраивать вот такие вот планы отдельные по, например, каждому проекту. То есть надо смотреть на то, что вам будет удобнее и что позволит вам понимать, самое главное, в какой момент вы выходите на безубыточность, что вам позволяет выйти на безубыточность, где у вас маржинальность больше, где у вас маржинальность меньше.